Допустим, венок пойдет вот по низу, да, там, ну, не сильно, сильно высоко его тоже как бы некрасиво, то есть отделяете также прядь сбоку. Эти все будут уходить, то есть, да вот эта прядь. Тоже ровненький, то есть теперь вот эта прядь, да, просто узлом завязывается, все, снизу как, и соединились они, да, две. Теперь опять вот отсюда, да, уже пойдет как бы, уже ровно, как бы, чтобы здесь был ровно, да, и здесь вот прихват как бы взяли вот на одном уровне, да, то есть вот там уже прядь, хоп. Так же опять, хоп, по верху и в петельку. Не знаю, соединили. Угу. Вот такая техника интересная. Теперь мы это снизу прихватываем, да? Да, да, то есть, либо если вы все волосы, да, собираете, то собираете здесь уже все волосы, да, как бы, то есть, ну и чтобы здесь было все ровно, как бы. А если волосы распущены, то как бы. Ну, можно, да, оставить на одном уровне, то есть, да, вот брать, то есть, по кругу, а здесь волос останется, то есть, утряшки какие-то накрутить, да, там тоже красиво. Понятно. А прихват всякий раз больше берется? Ну, он, да, он весь волос. По толщине, чтобы с основной, да, косички в него? И они опять соединяются. Слушай, а получается, будто плетешь косу. Да, да. То есть, он так по кругу плетется, там, потом из кончиков также можно косу сделать и скрутить цветочек. То есть, будет вот так, хоп, венок и цветочек, допустим. Вот все волосы, допустим, если собирать. Я вот делала девочке маленькой, да, у нее там, то есть, вот здесь, как бы, вот эти волосы оставляла, прям убрала вот эту верхушку, да, из остальных вот здесь проплетала венок, то есть, а вот из этих потом, прям делила на пряди, заплетала в косу и цветочки. У нее получился вот так венок и здесь цветочки такие, знаете, как в горшочке так. Ну, для маленьких, как бы, прикольно, интересно смотрится. Как бы это, ну. Какие сверху были? Ну, просто пряди, просто косички делала и заворачивала цветочки, укладывала поверху. То есть, и здесь у нее такие, так получилось, как венка, такая веночка, но здесь цветочки были уложены какие-то. Все. А потом вот это, да, смотрите, девочки, чтоб не отопыривалась, да, вот сюда, то есть, невидимками просто внутрь головы, крепите к голове, чтоб она была по голове. То есть, чтоб она не отопырилась вот так, да. То есть, прям вот эти вот, просто внутри там, невидимки, да, несколько штучек. Не, не каждую, а так, чтоб главное, да, чтоб она не отопырилась. И все, и она будет так. Так, мы все берем, да, здесь в прихвате в этом случае? Ну, да, можно здесь как бы на одном уровне брать, здесь оставить. А можно пониже, да, начинать? Да, то есть, здесь уже без разницы можно понизу и запрестить. То есть, пошли, пошли, здесь потом там закрепили, вот тут основная. Здесь также косу. Коса сильная, да. То есть, вы первой, да, прошли, вот она, вот она на вас прошлась. То есть, теперь опять с этой же стороны начинайте. То есть, с одной стороны опять наверх, к ней прихват. Слушай, если нечетное число, то с одной стороны и с другой стороны вверх идут, да? Вверх, вниз, вверх, вниз. Вот как вот корзинка. Наверх, вниз. Да, 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 да. А если четное, как вот четыре, да, то одна вверх, одна вниз. Сбоку которые. Эти закрыли, также к ней прихват положим. И сверху к последним прядям прихватываем. Все, и пошли туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да, главное начать, а потом уж там просто переплетать и все. Вниз, сверху, вниз, сверху. Все, она когда потолще уже пряди получается, она покрасивее смотрится. То есть, когда тоненьким не сильно видно, а когда потолще уже это. Потом вот эти прядки, да, втаскивайте можно. То есть, вот эти. Ну и все, пошли-пошли-пошли до конца.